Проверяли грамотность всем миром. В минувшие выходные в России, а также в 60 странах мира, прошла акция «Тотальный диктант». Суть ее добровольная проверка правописания у всех желающих. Ленск не стал исключением. Подробнее в нашем сюжете далее. Надо отметить, что «Тотальный диктант» — это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта, открытая для всех желающих. В Ленске она проводится уже в третий раз. Охватил в этом году 19 часовых поясов. Он проводится в 70 странах по всему миру. 585 городов только в России. Желающий проверить владение русским языком оказалось немало. 46 человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. По правилам акции участники сначала прослушивали текст, затем писали его под диктовку дикторам. Текст «Тотального диктанта», прошедшего в этом году, написал Леонид Юзефович. Он называется «Город и река». Это эссе из трех частей о главных городах и реках в жизни прозаика. Текст небольшой, но сама мысль и само писание текста сложные. Акция проходила порядка 40 минут. Надо сказать, что пришла она довольно организованно. Хотелось бы отметить, что текст был продиктован на высшем уровне. Были озвучены необходимые ремарки и ключевые слова. Текст был достаточно легкий. Ну, конечно, некоторые сомнения есть, потому что школа давно-давно позади. Но было очень интересно. Проверить себя – это здорово. Изначально, когда первый раз услышала текст, мне он показался сложным. Но в дальнейшем при написании предложения за предложением, ну, как бы, все выполнимо. Оцениваться написание текста будет по пятибалльной шкале. Желающим можно было отказаться от оценки, поставив прочерк в верхней графе анкеты. Результаты тотального диктанта участники смогут узнать на сайте TotalDict, после чего состоится награждение с сертификатами участника и отличника диктанта. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Сахам, Ленск.